Здравствуйте, меня зовут Влад Золотов, мне 21 год и в 2017 году я заканчиваю театральный институт имени Бориса Щукина при Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова, художественный руководитель курса Валентина Петровна Николаенко. Я занят в шести дипломных работах, в том числе в спектакле театра Вахтангова «Кот в сапогах», где я играю главную роль Стефана, младшего сына Мельника. Еще я играю доктора Ливси в спектакле «Остров сокровищ» по роману Стивенсона, режиссера Ральфа Остина в спектакле «Свободные бабочки», мужика-пожогщика в «Прощание с матерой», актера, который играет роль Нептуна в спектакле «Лев Гурт Синичкин» по одноименному произведению Бонди, и милиционера, который поет вечернюю Селенату Шуберта, параллельно выполняет руки с обычной деревянной палкой. Это вокально-пластическая композиция Андрея Алексеевича Щукина «Осенняя рапсодия». В течение всей своей жизни я посещал различные занятия, в том числе плавание, дзюдо, легкая атлетика, кружок журналистики и футбол, которым я профессионально занимался 9 лет в детской юношеской спортивной школе Олимпийского резерва. Я профессионально играю на гитаре, пою как свои песни, так и народные и такие сложные произведения, как «Ария Мистер Икс» или «Вечерняя Селената Шуберта». Я на любительском уровне играю на бас-гитаре и ударной установке, и пишу стихи и короткие рассказы. В 2016 году я участвовал в передаче «Искусство звучащего слова» на телеканале «Спас», где я читал произведения Александра Куприна «Бригет». Также по окончанию института я получил диплом чтеца. А когда я учился в 10 классе, я был победителем муниципальной и призором республиканской Олимпиады по литературе. Что касается моих увлечений, всю свою жизнь я очень люблю палеонтологию, изучение древних ископаемых останков животных, бактерий, микроорганизмов. Мне это действительно интересно. Мой любимый динозавр — это плацефал, травояны из мелового периода. И я понимаю, что так можно как-то приблизиться к истории происхождения жизни на нашей планете, понять как-то эволюцию. Мне нравится.